Новый видосик, бро! Приятного просмотра! И в общем и целом эта база показала себя крайне-крайне-крайне достойно, но все равно мы эту базу смогли победить, а сегодня будем сносить базу гоблинов, которая называется Мега Поместье. Тут все выглядит гораздо-гораздо сложнее, не знаю как получится в плане реализации микса, но думаю мы с этой базой справиться все-таки можем и с этой базой мы справимся на седьмом тоннхолле. Для новых зрителей хотелось бы мне напомнить чем мы будем все это дело сегодня сносить, будем это все дело сносить фуловой семерочкой, то есть вот такие вот у нас есть юниты в распоряжении, чисто из принципа я не использую в своих атаках хогов, не использую в своих атаках драконов, не использую также кинга, ну и стараюсь по возможности не использовать баночки. Но все-таки базы гоблинов стали реально достойными, реально очень и очень сильными, поэтому баночки в предыдущей атаке мы использовали, ну и в этой будем скорее всего использовать. Что у меня по плану ребят, Мега Поместье я буду сносить вот таким вот миксом, у меня есть тут гиганты, есть маги, есть бомберы, есть шары, есть две баночки хила и одна баночка рейджа. Как вы видите по ресурсам, я уже чекал эту базу гоблинов на ловушке, единственное что не получилось меня прочепить на ловушке, я запустил гоблинов вот отсюда, но они сразу же побежали конечно же на хранилище золота, ну и своровали немножко золота для меня, ну и ловушки я тут особо проверить не смог. Единственное что я знаю, что вот тут вот ловушек перед башнями лучниц нет, ну и мы это в принципе использовать будем. Что у меня по плану, атака будет достаточно сложная, как мне кажется, сложно будет ее реализовать, но я все-таки попробую. Я запущу вот отсюда гигантов, никаких хилочек я с собой не брал, сразу на вход я положу рейдж, пробью забор интересующий меня, закинул сзади визардов, ну и основная атака у нас пойдет именно отсюда, будем пытаться вынести вот эту вот группу зданий дефа, ну и продвигаться вот так вот напролом вглубь этой базы. Надеюсь вот тут вот со стороны танхола нет никаких ловушек, потому что если они там есть, то гораздо выгоднее было бы атаковать сверху, с противоположной стороны вроде как зеркальная база, но если там все-таки вскроются ловушки или какие-то теслы, будет очень-очень неприятно и направление для атаки придется изменить в случае неудачи. А далее что я планирую сделать с шарами? Тут есть некоторые здания дефа, которые не защищены пвошками от шаров, я конечно же этим воспользуюсь и шаров буду скидывать на вот эти вот башни луков и на вот эти вот башни визардов. Почему не скину шаров в начале перед атакой гигантами? Потому что хочу все-таки, чтобы шары нанесли еще какой-то дополнительный урон и пока танкуют гиганты под зельем хила и под баночкой рейджа, чтобы шары именно нанесли тоже какой-то урон по зданиям дефа, которые глубже в этой базе расположены. Что получится по итогу будем смотреть буквально через пару секунд, потому что уже сейчас я хочу отправиться в свою атаку. Итак, ребят, фух, очень и очень мне почему-то стрёмно, не знаю почему, блин, все, собрался жираф, погнал в атаку. Запускаю гигантов, запускаю баночку рейджа, подрываю интересующие меня секции забора, запускаю визардов также в этот рейдж, ну и так, наверное, надо было уже отправлять первый хил вот сюда. Так, гиганты залетают внутрь, пошли у меня тут мои замечательные шары, шаров я запустил, шары вроде как наносят какой-то урон, а пошли у меня также шары сверху. Единственное, что гиганты у меня там без визардов зашли почему-то в центр, по идее там должны были быть у меня еще и визарды в центре, но знаете, ребят, опять-таки я перепаниковал, не знаю почему шары не снесли ту самую башню луков за забором, по идее должны они были это сделать, но почему-то силенок им не хватило. В общем и целом, ребят, потратил я абсолютно все войска, которые у меня были доступны, потратил абсолютно все баночки, конечно же можно сделать это все более, более, более красиво, использовать меньше гораздо юнитов, но что-то я реально запутался, запаниковал, ну и в общем и целом получилось у меня потратить очень много войск, да еще и так, убейте уже наконец-то там эту пушечку, да и под конец выжила на самом деле буквально парочка визардов. Вот такая вот, ребята, атака, абсолютно всю армию на седьмом танхоле я использовал для сноса этой базы, что пошло тут у меня не по плану, я слишком неразумно раскидал в самом начале визардов и визарды у меня, собственно, пошли по кругу, по обе стороны базы начали они обтекать, собственно, базу, ну и убежали, можно сказать, по кругу, а в центр у меня пошли только гиганты, ну и по задумке я должен был в центр также отправить еще и визардов. Визарды же у меня убежали, как я сказал, по кругу и поэтому получилось вот так вот все сумбурно и получилось так много юнитов слить. Что у меня по использованным войскам, ребят, ужас, по баночкам 1 рейдж, 2 хила, по юнитам 14 гигантов, 12 магов, 13 шаров, бомберов 5 штук и 7 лучниц. Вот такой вот, ребят, миксецкий я использовал, не знаю, думаю, у вас получилось это как-то повыгоднее оформить, если же это так, то было бы очень клево, если бы вы написали свои миксы, которыми вы сносили вот эту вот базу, и если эти миксы были какие-то прямо сложные в плане исполнения, то было бы очень клево, если бы вы расписали именно тактику на атаку. Как я и говорил, в принципе, легко эти базы все ломаются хогами или драконами, но из принципа я этих юнитов не использую, потому что они слишком дорогие для гоблинов, ну и к тому же слишком сильные. Вот так вот, ребят. Ладно, давайте посмотрим, что у нас открылось для дальнейшего прохождения, не знаю, как, если я вот так сложно сносил мега поместье, получится ли у меня снести следующие уже базы на седьмом танхоле, я думаю, что, в принципе, все возможно и все можно будет осуществить. Итак, игровой домик Пека, выглядит база следующим образом, по дефу прям фуловая девяточка, офигеть, башни луков целых 5 штук, 4 башни визарда, 4 пушечки, 4 мортиры, 2 пвошки, блин, ну тут надо будет голову, конечно, поломать. Также огромная просьба, ребят, если вы уже сносили эту базу, напишите в комментариях под этим видеороликом, чем ту базу оформлять, потому что я реально пока что просто в замешательстве. Я вот сейчас смотрю на свои издания дефа, вот эти вот, от седьмого танхола, и мне реально просто страшно. Ладно, ребята, сегодня, в принципе, все, спасибо огромное за просмотр, надеюсь, видеоролик вам понравился, надеюсь, поднял вам настроение и как-то помог. Если же это так, было бы очень клево, если бы вы поддержали это видео своим царским войсом, подписались на мой канал, если еще не подписаны, ну и также было бы очень клево, если бы вы вступили в мою группу ВКонтактике. Ну а с вами был Жираф, комментировал для вас видео он же, странно, правда? И мне остается пожелать вам только удачи, никогда не болеть, ну и сносить базы гоблинов минимальными затратами и максимально эффективно. Всем до скорых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok